Представлюсь немножко подробнее. Меня зовут Михаил Никитин. Я научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени Белозерского. Это исследовательское подразделение МГУ имени Ломоносова. Занимаюсь эволюционной геномикой, в основном животных и немножко микробов. Книга, о которой сейчас упоминали, и лекция по теме книги, выросла на самом деле из хобби, а не из работы, из моего преподавания на летних школах для школьников, увлекающихся биологией. Я так понимаю, что биологов и химиков в аудитории меньшинство, и рассчитывать надо не на них, да? Ну, так, собственно, я и собирался. Спасибо. Тогда переходим, собственно, к лекции. Ага, заголовок есть. Значит, с любым изучением прошлых событий на Земле мы находимся примерно в такой же ситуации, как в детективном романе. Произошло какое-то событие давно в прошлом, от него остались только разные следы. Улики прямые, улики косвенные, по которым надо вычислить, как оно на самом деле. Кто, кого, когда, зачем и чем. В детективах обычно речь идет об убийстве, у нас наоборот, происхождение жизни. Зато давность события, конечно, несравнимая. Больше трех с половиной миллиардов лет. Все сроки давности давно прошли. Улики сохранились очень плохо. Прямых улик, к сожалению, не сохранилось вообще. Самое древнее, что накопали геологи на Земле, самые древние горные породы в Гренландии, имеют возраст 3,8 миллиарда лет. Гренландское местечко Изуа. И там уже есть следы бактерий примерно таких же, как современные. Там есть ископаемые отпечатки бактерий, там есть следы фотосинтеза, там есть углерод, который по соотношению изотопов похож на то, что делают с ним живые организмы. То есть самые древние прямые материальные свидетельства, они показывают, что жизнь уже была и уже полноценные бактериальные клетки. Никаких более простых предыдущих стадий эволюции жизни не сохранилось. Прямых улик нет. Придется ограничиваться косвенными. И в качестве такой косвенной улики может работать химический состав живых клеток. Ну, я начну немножко по аналогии. Будем говорить не о происхождении жизни, а о более близком событии, о происхождении наземных животных. Даже если бы у нас не было никакой палеонтологии, никто ничего не знал про кистеперых рыб, про тиктоалика и так далее, изучая только современных наземных животных, можно заподозрить, что их предки жили в море. И вот почему. Давайте следующий слайд. Наша кровь соленая, а также пот, слезы и другие жидкости, которые связаны с кровью. В их минеральном составе преобладает хлорид натрия, поваренная соль. И для жителей суши это на самом деле довольно неудобно. Соль на суше достать трудно. Поэтому мы настроены на ее поиск, поэтому соль для нас вкусная, и для других наземных животных тоже. Поэтому в охотхозяйствах там для кабанов и косуль ставят крупные кристаллы соли наполизать, лизунец так называемый. В общем, соль наземным животным нужна, они ее содержат в крови довольно много, и на суше это неудобно. А в морской воде соли завались. И уже более ста лет назад биологи дали этому правильное объяснение, что первые животные появились в море, и они еще не умели как-то управлять солевым составом своего тела. Органы для этого, ну такие, как наши почки, появились позже. И у просто устроенных животных, таких как медузы, ничего такого нет. Их жидкости тела имеют точно такой же солевой состав, как морская вода. А наши рыбообразные предки, выходя на сушу, просто принесли немножко моря с собой в крови. Менять солевой состав к этому моменту было уже поздно, потому что на него было завязано много других важных процессов. Например, передача нервного импульса. И ради независимости от соли ломать себе мозги – это сомнительная затея. Проще было научиться сохранять соль в организме при помощи хороших почек и научиться находить ее на суше, хотя ее там, конечно, мало. Итак, солевой состав нашей крови хорошо показывает происхождение животных в море. И по такой же логике можно попытаться понять, где появились первые клетки. Клеточная среда, она называется цитоплазма, она имеет совсем другой солевой состав. Следующий слайд. Там вместо натрия – калий, а вместо хлоридов – соли фосфора, фосфаты. Ну, это на самом деле тоже предсказуемо. Наверняка у кого-то из вас есть дача, кто-то разводит комнатные растения, и вы слышали, какие бывают типы минеральных удобрений – азотные, фосфорные и калийные. Это верно не только для растительных клеток, для животных клеток, для бактериальных нужны точно те же минеральные компоненты – фосфор, калий. Ну и еще несколько микроэлементов – главным образом железо, цинк и марганец. Три тяжелых металла. Сейчас любые живые клетки как-то пытаются получить эти нужные вещества из внешней среды при помощи энергозатратных и сложных транспортных систем и плотной клеточной мембраны, которая не позволяет этому вытекать и рассеиваться во внешнюю среду. На то, чтобы получать достаточно фосфора, калия и этих микроэлементов, микробы, растения, ну и в меньшей степени животные тратят заметную часть энергии. Иногда для морских бактерий это может быть до трети или до половины их всех затрат энергии. И по аналогии с кровью можно предположить, что первые живые клетки всех этих хитростей еще не умели. Ни сложных транспортных систем, ни хорошей непроницаемой мембраны у них еще не было. А такой химический состав они могли получить только живя в среде, где именно эти минеральные компоненты были в изобилии. Калий, фосфор и вот эти переходные металлы. Железо, цинк, марганец. И биологи, осознав это, пошли к геологам, к геохимикам с вопросом, а где, в какой среде бывает вода вот такого состава? И геологи к этому вопросу были не очень готовы, и ответ затянулся лет на 20, но сейчас он есть. Значит, по частям. У нас есть три косвенных улики. Нам надо найти среду обитания, богатую калием, во-первых, богатую фосфором, во-вторых, и богатую вот этими тремя тяжелыми металлами, в-третьих. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, ни в море, ни в реках, ни в озерах не бывает такого, чтобы было много калия и мало натрия. Натрия там всегда больше. Водоемы, богатые калием, это большая экзотика. Это только некоторые горячие источники вблизи вулканов. Вот на Камчатке, в Исландии, в Йоллстоунском заповеднике, в Америке такие горячие источники есть. Это гейзеры, грязевые котлы и связанные с ними ручейки и маленькие озера. Вам что-нибудь видно? Вот нижняя фотография из долины гейзеров, верхняя из Йоллстоуна. Вода гейзеров и грязевых котлов имеет именно нужное соотношение калия и натрия, как для клеток. Оно там получается, потому что вода в них попадает в виде пара, она там несколько раз кипит, конденсируется, и солевой состав от этого меняется очень сильно. То есть по калию получается, что колыбель жизни надо искать не в море, а на суше и где-нибудь поближе к вулканам. Дальше, пожалуйста. С фосфором. Вторая косвенная улика указывает туда же. Фосфор в земной коре есть. Он примешан к самым разным минералам, но проблема с ним такая. Почти все запасы фосфора на Земле это такие минералы, как апатит, которые совершенно нерастворимые и в химические реакции никакие не вступают. И чтобы его перевести в какую-то доступную для клеток форму, его надо обрабатывать. Но когда делают из апатита минеральные удобрения, его обрабатывают сильными кислотами. Растения, которые растут на почвах с такими апатитами, они там тоже выделяют какие-то органические кислоты. Но, как оказалось, в неживой природе есть более эффективный способ. Это тоже вулканы. Если горную породу, содержащую апатиты, хорошенько прогреть, выше тысячи градусов, апатиты разлагаются, и фосфор, уже в виде оксидов фосфора, вылетает с вулканическими газами и выходит вот в фумаролах, в таких дырах, из которых выходят вулканические газы. Вокруг фумарол обычно желтый налет серы. Но фумаролы, они слишком горячие для живых организмов. Там температура газа может быть и 500 градусов, и даже 800. Воды там, соответственно, тоже в жидком виде нет. Более мягкий вариант фумаролы – грязевой котел, когда в лужицу жидкой глинистой грязи потихоньку пробулькиваются пузыри тех самых вулканических газов, содержащих в том числе оксиды фосфора. И фосфор там получается в растворимой форме, доступной и очень легко для живых клеток. То есть по фосфору тоже получается, что колыбель жизни надо искать в районе грязевых котлов. Следующий слайд. Это 13-й, тут должно быть видео, да? Запустите видео, пожалуйста. К сожалению, видео не очень контрастное и видно сейчас будет плохо. Но я постараюсь пояснить словами, что для Камчатки и других местностей, где есть гейзеры, характерны еще лужи горячей жидкой глинистой грязи серого цвета, такой консистенции жидкого теста, которые питаются вулканическим паром. По дырам и трещинам в земле пар поднимается. Звук выключите. И получается, что оно там булькает и выходят довольно большие пузыри пара. Вода грязевых котлов поэтому обогащена всем тем, что летит в вулканических газах, то есть соединениями фосфора, ну еще серы, и калием. И по фосфору, и по калию грязевые котлы наиболее похожи на место происхождения жизни на нашей планете. А вот с микроэлементами, с железом, цинком и марганцем история получается немножко сложнее. Следующий слайд, пожалуйста. Это запасной без видео, просто с картинкой. В современных грязевых котлах и других наземных горячих источниках с этими металлами все не очень хорошо. Их там практически нет. И место, где бы стоило, где эти металлы, именно эти, никакие другие, легко можно найти, оно находится глубоко на морском дне. Это черные курильщики. На глубинах километр и больше в разных местах океана ученые, погружаясь на батискафах, обнаружили, что кое-где из дна торчат трубы, из которых идет густой черный дым. Ну, на самом деле это не дым, это перегретая вода, очень горячая. Ее температура превышает 300 градусов. Она не закипает, потому что там очень высокое давление. А черная и мутная она из-за того, что она несет соединение как раз железа, сульфид железа, образующий, кстати, там запасы руд. Кроме черного сульфида железа, там же откладываются ярко-белые сульфиды, как раз цинка и марганца. Именно тех микроэлементов, которые для клеток нужны. Проблема в том, что в черных курильщиках нет фосфора. Ну и с калием там тоже все не очень хорошо. То есть, одни улики указывают нам, что место происхождения жизни на суше, где-нибудь на склоне вулкана, в маленьком теплом грязевом котле. Другие, что в морских глубинах, в темноте и в темноте. Значит, примирить это удалось только в последние годы. Следующий слайд, пожалуйста. В Западной Австралии, в районе Пилбара, геологи раскопали очень древний аналог долины гейзеров Камчатской возрастом больше трех с половиной миллиардов лет. Там на площади в сотне квадратных километров множество остатков давным-давно заглохших гейзеров, потухших вулканов и все те минералы, которые откладываются вот в долине гейзеров или в Йеллстоуне, там тоже есть. Но не только они. Там же есть и минералы, характерные для черных курильщиков. Те самые сульфиды железа, цинка и марганца. И они тогда попадали на поверхность земли, потому что атмосферное давление в ту эпоху было выше. Вода закипала при более высокой температуре, горячие источники были горячее. Правда, вот про трава была зеленее, уже сказать нельзя. Никакой травы не было, а солнце было тусклее, чем сейчас, но горячие источники были горячее. И они могли подобно современным черным курильщикам на морском дне выносить вот эти микроэлементы. То есть древние грязевые котлы по всем параметрам просто идеально подходят в качестве колыбели жизни. Они, конечно, выглядят не очень презентабельно, но кроме правильной химии у них есть много других преимуществ. Во-первых, это место обитания с подогревом от подземного тепла. И температура там довольно слабо зависит от капризов погоды. В горячих источниках Камчатки, а Камчатка это место с довольно холодной зимой, там жизнь просто кипит. В более холодных частях горячих источников, где там не кипяток, а вода с температурой градусов 30. Там, например, головастики лягушек разводятся круглый год. Там разводятся огромные головастики длиной с ладонь, у которых превращение в лягушек сильно замедлено. Там на Камчатке вокруг горячих источников есть места, где круглый год растет ярко-зеленая трава. То есть капризы погоды, колебания климата там очень сильно сглажены, где вы еще в России найдете места, где круглый год зеленеет трава и плещутся головастики. А это Камчатка, которая холоднее Москвы и Казани. Там же на геотермальном поле среди горячих источников много отдельных маленьких луж, то есть примитивные формы жизни могут там жить бок о бок не очень смешиваясь, много границ распространения, поэтому кто-то один суперуспешный не вытеснит мгновенно всех остальных, поэтому может поддерживаться более высокое разнообразие, чем в море, где все перемешивается. Толща морской воды это место, где все перемешано, везде есть любые микробы, которых можно найти где-нибудь еще в море, поэтому разнообразие жизни именно в толще морской воды ниже, чем на суше или на морском дне. Ну и частое пересыхание вот этих горячих источников дает там накопление разных интересных веществ в луже, в высоких концентрациях, что помогает там появлению веществ, нужных для живых клеток, каких-нибудь аминокислот или нуклеотидов. Это что касается Земли. Теперь переходим ко второй части, к планете Марс, где искать жизнь на ней и насколько это реально найти. Следующий слайд, пожалуйста. Марс в наше время довольно негостеприимное место. Там с одной стороны холодно, как на Колыме, с другой стороны сухо, как в пустыне Сахара. И по сравнению с Колымой, с Сахарой, там еще и высокая радиация, потому что у Марса почти нет магнитного поля, и заряженные частицы от Солнца, солнечный ветер долетают до его поверхности. На поверхности Марса сейчас жить довольно плохо. Но на поверхности Марса есть очень много следов жидкой воды в древности. Есть овраги, прорезанные водой, в конце их отложения песка и камней, такие же, как сейчас в дельтах рек откладываются на земле. Есть высохшие слои глины на дне кратеров, то есть было озеро, высохло. Раньше на Марсе с водой было получше. Следующий слайд, пожалуйста. Раз текли потоки жидкой воды и были озера, скорее всего, на Марсе было и теплее. Сейчас там летом в полдень на экваторе может быть плюс 20, но в основном, конечно, на Марсе холодно и морозы до минус 80. Судя по следам жидкой воды, раньше Марс был теплее. То есть раньше у него была более толстая атмосфера, сравнимая с Землей, заметное количество воды, которой могло хватать на океаны глубиной до километра. Было и магнитное поле. Про магнитное поле это точно известно, потому что магнитные аномалии на поверхности Марса космическими зондами найдены, то есть древние горные породы сохранили эту старую намагниченность. Марс был пригоден для жизни. Теплый, влажный и относительно защищенный от радиации. Но Марсу не повезло вот в чем. Это довольно маленькая планета. Она в 10 раз легче Земли. И у маленьких планет их геологическая жизнь проходит быстро. Их источники энергии быстро исчерпываются. И геологическая активность Земли ее хватит еще на 2-3 миллиарда лет поддержания работы вулканов и магнитного поля. А на Марсе все это давно кончилось. На Марсе сначала угасло магнитное поле, солнечный ветер стал сдувать с него атмосферу, стал сдувать пары воды из верхних слоев атмосферы. Так Марс стал иссушаться и терять атмосферу. Парниковый эффект уменьшился, климат похолодал, и те немногие остатки воды, которые на Марсе остались, остались там в виде льда, в полярных шапках и в толще грунта. Так Марс стал довольно мертвым и сухим местом. Если жизнь там когда-то была, где она имела шанс сохраниться до наших дней, как вы думаете? Под грунтом, да. И тут мы возвращаемся к земле, следующий слайд. А, нет, подождите, мы еще не возвращаемся к земле. Следующий слайд, пожалуйста. Вот тут, к сожалению, фотографии очень мало контрастные, я боюсь, никому не видно. Но это интересная вещь, которую нашел марсоход Curiosity в кратере Гейла. Он там нашел на площади несколько квадратных метров что-то похожее на окаменевший бактериальный мат. Очень характерное для всей истории Земли такой признак жизни это бактериальные пленки или бактериальные маты. Свои бактерии из нескольких десятков разных видов, которые покрывают где-нибудь поверхность грунта или морского дна. Вот в лужах где-нибудь в лесу иногда такое летом можно видеть, когда дно лужи покрыто чем-то зеленым, слизистым и с пузырями воздуха. Вот это цианобактериальный мат. Видели, да? Вот сейчас это для Земли скорее экзотика, характерная для временных водоемов, потому что в постоянных водоемах туда приходят животные и все это сгрызают. А пока животных не было, большую часть истории Земли, вот такие бактериальные маты, зеленые с пузырьками, были просто основной формой жизни на нашей планете миллиарды лет. И геологи эти ископаемые маты довольно хорошо умеют определять. Когда такой мат из нитчатых бактерий со слизью высыхает, он очень характерным образом трескается, отдельные кусочки его поверхности так заворачиваются в свитки. Вот здесь земная фотография. Ну и то, что нашел Curiosity, оно выглядит весьма похоже. По крайней мере, лучшие специалисты по бактериальным матам говорят, что похоже. Правда, возраст вот этого высохшего и окаменевшего на Марсе, он превышает, конечно, 3 миллиарда лет. Ничего живого там не сохранилось. Это показывает, что жизнь на поверхности Марса когда-то могла быть, но сейчас на поверхности Марса ей слишком плохо. На поверхности Марса мы ее найти шанса не имеем. Дальше. Горячие источники на Марсе были. То есть потенциальная колыбель жизни на Марсе тоже была. Вот левая фотография это склон одного из марсианских вулканов, по-моему, Арсия. Правая фотография Камчатка. И там, и там. очень характерные по большой площади белый минерал гейзерид, который откладывается только в гейзерах. Это вариант кремнезиома. Вот он такой очень узловатый. В общем, это камни шершавые, покрытые высокими четкими пупырышками. На Марсе гейзерид тоже есть. То есть горячие источники там тоже были. Грязевые котлы тоже были. И подходящая колыбель жизни для Марса тоже могла быть. Возникнуть она там имела шанс. Но вот где ее искать? И вот тут уже на Земле микробиологи в последние лет 15 в прямом смысле накопали очень интересное. Оказалось, что микробы населяют земную кору в очень большом количестве. земная кора вся населена на несколько километров вниз. И под нами, под суши их меньше, под морским дном микробов гораздо больше, но их можно найти везде, где мы будем бурить на километр вглубь. Этих микробов подземных очень много. Они там довольно изолированы от жизни на поверхности Земли. Во многих местах они там последний раз как-то связывались с поверхностью больше пяти миллионов лет назад, то есть еще до того, как на Земле ледниковые периоды начались, до того, как наши обезьяньи предки вышли из леса в Саванну. Микробы все это пропустили, сидя там у себя в бомбоубежище километрах в трех под поверхностью. Растут и делятся они там очень медленно. Ну, наверное, вы слышали, что микробы в благоприятных условиях могут там давать одно поколение за 20 минут, какая-нибудь кишечная палочка. Вот это все не про подземных. У подземных может быть одно клеточное деление в год или даже в 10 лет или даже может быть в 100 лет. Поэтому вытащить их оттуда и вырастить в лаборатории очень трудно. Ученые не настолько терпеливы, даже китайские, японские, потому что гранты дают на 3 от силы на 5 лет и надо показать результат. А если у вас микроб растет 100 лет, то культивировать не получится. Поэтому все, что узнают про подземных микробов, узнают в основном выделяя просто ДНК из того, что набурили геологи. То есть буровая колонка грунта, ее там целиком растирают, промывают специальными растворами, выделяют всю ДНК из всего, что не успело убежать и определяют ее последовательность и сравнивают с тем, что лежит в базах данных про известных микробов, то, что прочитано из известных микробов. И получается, что у подземных микробов большое разнообразие, у них есть много способов питания, некоторые заканчивают разложение тех органических веществ, которые сделаны жизнью на поверхности. Например, это микробное население нефтяных пластов. В нефтяных пластах есть включение воды, в которых вполне живут микробы. Они заканчивают разложение органики. Другие подземные микробы вообще абсолютно независимы от жизни на поверхности. Они питаются тем, что идет из глубин Земли. То есть углекислым газом, водородом, соединениями железа. И если жизнь на поверхности Земли исчезнет, им от этого ни жарко, ни холодно. Более того, в одной золотой шахте в Южной Африке на 3-х километровой глубине обнаружили совсем чудесное. Там живет микроб, его назвали Десульфорудис Алдаксвиатор, отважный странник по мотивам Жюль Верна книги о путешествии к центру Земли. Этот микроб питается там водородом. Водород там в трещинах, в шахтных водах берется благодаря радиации, благодаря распаду урана, который там в горных породах тоже есть. Урановое месторождение там тоже недалеко. Под действием радиации подземная вода разлагается на водород и кислород, а этот микроб делает обратную реакцию и за счет этого живет. То есть часть подземных микробов живет, строго говоря, на атомной энергии, хотя, конечно, используют ее не напрямую. Но это источник энергии очень медленный, неторопливый и необильный. Вот у аудаксвиатора похоже, как раз между делениями клетки проходит больше 10 лет. Они живут очень-очень медленно. То есть продуктивность вот этого подземного микробного сообщества довольно маленькая. Следующий слайд, пожалуйста. Но биомасса их огромна. Вот Питер Джексон явно что-то об этом слышал, когда Хоббиты экранизировал. Поскольку эти микробы населяют несколько километров глубины, хотя в каждой отдельной порции грунта их мало, общая масса огромна. Их в несколько раз больше по тоннам, чем всей жизни на поверхности суши, включая даже деревья. То есть по биомассе подземная биосфера это вообще главное, что есть на земле. Ее в килограммах гораздо больше, чем нас с вами и деревья, в которые нас окружают. И подземная биосфера прекрасно защищена от любых катаклизмов. Если на земле случится глобальное оледенение, им без разницы. Если на землю упадет астероид, хороший такой большой астероид упадет в океан, океаны закипят, вся жизнь на поверхности перегреется и умрет, но они этого тоже не очень заметят. если земля будет выброшена из солнечной системы в межзвездное пространство и остынет, так что у нас не только океаны замерзнут, но и кислород и азот из атмосферы замерзнут и будут твердым инеем на поверхности, подземные микробы просто сдвинутся на пару километров ниже к теплому ядру планеты и будут жить дальше. Подземную биосферу почти невозможно убить. Вспышка сверхновой в соседней звездной системе тоже все жители поверхности мгновенно погибнут от радиации, а этих в бомбоубежище так немножко пощекочет, будут жить дальше. Есть только один способ убить подземную биосферу, это то, что произошло на Венере, когда планета очень сильно нагрелась из-за парникового эффекта. Не короткое нагревание из-за падения астероида, а долгое на миллиарды лет прогревание. На поверхности Венеры сейчас больше 400 градусов, там свинец плавится, а под поверхностью, где еще и глубинное тепло, естественно, еще горячее. Вот этого никакая жизнь перенести не может. Но все, кроме такого планетарного автоклава, глубинная биосфера переживет. И то, что случилось с Марсом для глубинной биосферы, это совершенно не проблема. Более того, поскольку у Марса выделение подземного тепла меньше, чем у Земли, Марс геологически уже почти умер, нижний предел глубинной биосферы для Марса гораздо глубже. На Земле глубинная биосфера глубже 5 километров не идет, там уже слишком жарко, там температуры под 80 или под 100 градусов. А на Марсе микробы могут закапываться теоретически и километров на 15. Там еще не слишком жарко. Зато с защитой от радиации и от холода все в порядке. То есть, если мы хотим всерьез искать жизнь на Марсе, надо туда тащить хорошую буровую установку, чтобы бурить хотя бы на километр. К сожалению, тех денег, которые дают сейчас на космические программы, на этого не хватит и близко, потому что такие буровые установки, к сожалению, большие и тяжелые. Вот европейский марсоход Пастер, который должен полететь в 2020 году, он весит где-то 400 килограмм и заметную часть его занимает там буровая система, которая позволит сверлить грунт на один метр. Не на километр, а на метр. И, к сожалению, даже это слишком дорого. То есть, чтобы найти что-то на Марсе, чтобы пощупать этих микробов руками, чтобы выделить из них ДНК или как-то еще их изучить, у нас пока, к сожалению, столько денег и такого уровня развития техники нет. Но кое-чего мы можем узнать про них и косвенными данными. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, глубинную биосферу можно засечь по выделяемым из-под поверхности газам. Эти микробы дышат. Например, те микробы, которые питаются углекислым газом и водородом, они выдыхают метан. И это очень легко заметить, потому что метан газ неустойчивый. В атмосфере планеты под солнечными лучами он очень быстро разлагается. Поэтому, если в атмосфере Марса находится метан, значит, его там кто-то прямо сейчас производит. И кое-чего про это мы знаем опять же благодаря марсоходу Curiosity, на котором есть и газоанализаторы. За те годы, что Curiosity работает в кратере Гейла, он два раза чуял короткие на несколько дней присутствие метана в воздухе. А потом этот метан обратно исчезал. То есть, видимо, что-то там в этом кратере немножко выделяется. из глубин Марса. Но Curiosity он сидит в кратере Гейла и всю планету охватить не может. И вот всю планету охватит зонд Экзомарс, который в прошлом году прибыл к Марсу и потихоньку начинает там работать. Совместный европейско-российский зонд, половина приборов наша, половина европейского космического агентства, который будет крутиться вокруг Марса, и он будет в основном наблюдать восходы и закаты. Его приборы будут направлены на Солнце в то время, как оно выходит из-за края Марса и заходит. Почему на восходе и на закате Солнце красное все представляют? Потому что атмосфера разные солнечные лучи поглощает по-разному. И в момент заката и восхода солнечные лучи падают полого и проходят через атмосферу гораздо больший путь, чем вот сейчас, когда Солнце высоко. И парниковые газы, к которым относится метан, будут в таком случае видны очень хорошо, даже в ничтожно малых концентрациях, даже если их там даже не миллионные, а миллиардные доли. Приборы экзомарса на это рассчитаны. То есть, наблюдая восходы и закаты, он будет следующие несколько лет ждать, когда кто-то там из поверхности Марса выдохнет метаном. И если выдохнет, мы узнаем, когда и где будет карта, где кто-то выделяет метан. Более того, есть даже надежда отличить этот метан, выделяемый бактериями, от метана, который может образовываться иногда просто в геологических процессах. Живые клетки, все вещество, проходящее через них, смещают по изотопному составу. Тяжелые изотопы, углерод-13, вступают в биохимические реакции немножко-немножко медленнее. Разница небольшая, но она вполне измеримая. Поэтому даже для следов графита в скалах ИЗУА возрастом почти 4 миллиарда лет по изотопному составу мы можем сказать, что скорее всего этот графит когда-то был живыми клетками, когда-то прошел через обмен веществ. Ну и про метан на Марсе. Если экзомарс его вынюхает, мы тоже имеем шанс это отличить. Сделали ли его микробы или сделали его неживая природа. Ну и вот когда будет карта выделения метана будет во-первых понятно где бурить, во-вторых будет больше оснований просить денег на то, чтобы лететь туда с буровой установкой. Поэтому я с нетерпением жду результатов работы экзомарса. Спасибо. У меня все. Михаил, вопрос от ученого к ученому. Вы сказали по теории происхождения скажем так из неживого живое, что мешает сейчас построить на Земле лабораторию способную превращать неживые химические элементы включая курильщики, грязелечебницы и так далее в некие подобия живых хотя бы микробов и микроорганизмов. Спасибо. Время и деньги. Сколько? Неужели такое большое количество суммы денег необходимо больше, чем слететь на Марс? Главная проблема конечно время. за стандартное время грантового финансирования за 3-5 лет результата там не получится даже в первом приближении. Надо ждать тысячи лет скорее всего. Поэтому этот процесс моделируют по частям. разные этапы в разных экспериментах параллельно. И вот все отдельные этапы в лаборатории уже воспроизвести удалось. Правда их много, больше десятка. Чтобы это все в одном эксперименте воспроизвести нужно много времени. Люди столько не живут и на такой горизонт не планируют. Мне сказали, что это жизнь создать живых людей, животных, и все они родятся, потом умирают. Зачем это нужно жестокость такая? Отличный философский вопрос. Скажите, а зачем тогда люди заводят детей по этой логике? Ведь дети тоже когда-то умрут. Но люди обычно их заводят. Наверное, потому что дети имеют шанс прожить во-первых счастливую жизнь, во-вторых, это бывает приятно самим родителям. Вопрос. У нас же книжный фестиваль. Расскажите про свою книгу. Это не вопрос, это просьба. А можно конкретнее, что вы хотите услышать про книгу? О чем она? Кому она может быть интересна? Вон она там. Хорошо. Кому она может быть интересна? Значит, когда я писал эту книгу, я писал ее так, чтобы это было интересно мне лет 15 назад. мне самому. То есть, я писал ту книгу, которую сам был бы рад прочитать в старших классах школы, скажем. Поэтому и выросла она из лекций, которые я читал школьникам, увлекающимся биологией. То есть, школьникам старших классов это, прежде всего, будет интересно. Потом, как выяснилось, это интересно и взрослым людям с самым разным образованием, там, от профессиональных биологов до лингвистов, там, из совсем смешного. Я получил на эту книгу в фейсбуке восторженный отзыв от женщины, которая занимается гаданием на картах Таро и прочей эзотерикой. Она говорит, что почерпнула там какие-то новые для себя идеи и пишет свою книгу. Я не знаю, что из этого получится, мне будет интересно почитать. Но она написала, что ей очень понравилось. Вот тут ни за что не угадаешь. Да, еще я, конечно, пытался зацепить ту аудиторию, которая, условно говоря, тусуется на таких сайтах, как Хабра-Хабр и Гик Таймс. То есть айтишники, инженеры, которые с наукой напрямую не связаны, но немножко интересуются. Поэтому старался писать понятнее и для них. Здравствуйте. Небольшой вопрос. Вы рассказали о том, что Земля на многие километры пронизана жизнью, биотой. А появилась она, в принципе, на поверхности, ну, по крайней мере, так предполагают, вот в этих самых грязевых источниках. Я, насколько понимаю, генетически же можно определить, когда эти микробы сверху проникли вниз, и родственники каким они бактериям сейчас являются? Кто это? Ну, конечно, можно. Во-первых, они продолжают проникать сверху вниз и снизу вверх и сейчас. Самое древнее изолированное подземное микробное сообщество, оно изолировалось около 30 миллионов лет назад, когда уже по земле млекопитающие вовсю ходили. Но первое заселение толщи земной коры, видимо, произошло довольно вскоре за зарождением жизни. И вот почему. Незадолго до того момента, как появились вот эти горные породы изула, самые древние из сохранившихся, на земле был катаклизм, поздняя метеоритная бомбардировка. Это там связано с изменениями орбит дальних планет и пояс Койпера, вот там, где сейчас Плутон, Ирида и прочие такие ледяные тела, он раньше был гораздо больше. Там этих Плутонов были десятки тысяч. И в момент поздней метеоритной бомбардировки это все дестабилизировалось. Часть старого пояса Койпера полетела в Солнце, часть была выброшена на оборот из Солнечной системы, иногда возвращается как непериодические кометы, а часть на Марс, то есть была бомбардировка ледяными телами астероидных размеров, то есть десятки километров. Это было по-своему очень интересное время. Раз в несколько десятков тысяч лет на Землю падало что-то довольно крупное, самые крупные из этих астероидов приводили к выкипанию океанов и практически к стерилизации поверхности Земли. И собственно именно глубинная биосфера эту бомбардировку только и пережила нормально. Из жизни на поверхности шанс уцелеть могли только любители самых горячих источников, самого крутого кипятка, гипертермофилы, которые растут при 110 градусах. Такие микробы есть, но их довольно мало. А вот кроме гипертермофилов пережить эту бомбардировку могла только глубинная биосфера. Судя по тому, что жизнь на Земле сохранилась, глубинная биосфера до бомбардировки была. То есть 4 миллиарда лет назад она уже была. Я прошу прощения, если вы хотите задать вопрос, вы поднимаете руку, вам приносят микрофон, и тогда вас прекрасно слышно. Добрый день. Может быть, я пропустил что-то. я хотел узнать, какие-нибудь практические применения вот этих знаний, которые вами были получены, они как-то планируются или нет? Да, конечно. Изучение происхождения жизни удивительно переплетается с самой, что ни на есть, практической биотехнологией. Вот для промышленных применений всякие генно-модифицированные микробы, которых создают для получения нужных веществ. Например, сейчас очень перспективная тема растить микробов на биотопливо, чтобы поставить там где-нибудь в пустыне Сахара пластиковые баки с морской водой, в них цианобактерии, которые сразу будут там делать или дизельное топливо, или водород, или что-нибудь еще, прямо используя солнечный свет. Это может практически решить энергетические проблемы человечества. Но с серьезной генной модификацией микробов есть такое опасение. Вот мы намодифицируем, а оно потом убежит во внешнюю среду и смешается с дикими микробами, обменяется генами с ними. И чтобы этого не произошло, можно попытаться сделать вот эти промышленные штаммы совсем-совсем изолированными от основной биосферы. Например, сделать так, чтобы им были нужны какие-то аминокислоты за пределами стандартного набора из 20 аминокислот, которые образуют все белки во всех клетках. Чтобы они зависели от нестандартных аминокислот, которые они сами делать не умеют, и которые мы им в эти баки будем добавлять из химического синтеза, чтобы они никуда сбежать не могли. Или еще более радикальный вариант сделать зазеркальную жизнь. То есть белки ДНК в принципе могут быть в левой и правой зеркальных формах, то, что называется хиральная частота жизни. Все белки в реальной жизни левые, а ДНК вся только правая. Если сделать зазеркальную клетку с левой ДНК и правыми белками, она никогда в принципе не сможет обменяться генами с обычной жизнью и не сможет убежать с завода. И это будет безопасно. Эти генномодифицированные микробы, они нам пригодятся не только чтобы топливо делать, они нам пригодятся, чтобы пластики и прочий мусор перерабатывать, потому что пластиковый и другой мусор это очень большая проблема сейчас. Есть пластиковые острова из бутылок в Тихом океане размером в сотни километров. Потому что эти бутылки не разлагаются. Ну и для других промышленных применений вот как раз подземные микробы приспособленные к сверхвысоким температурам, к высокому содержанию тяжелых металлов и к другим экстремальным условиям, они именно для биотехнологической промышленности бывают нужны и полезны. Поэтому практических применений тут много. Здравствуйте. У меня вопрос о привнесении жизни из космоса. Есть ли свидетельство, что что-то к нам прилетело извне? И второе соответственно предложение следует ли, если жизнь развелась и появилась у нас на Земле, что также она независимо появляется без нас около других звезд, других планет? Отличный вопрос. Чтобы говорить о переносе жизни между планетами, нам нужно прямое доказательство, нам нужно найти где-нибудь еще за пределами Земли жизнь, похожую на нашу и имеющую с ней общее происхождение. Этого пока не нашли. Но найти можно, и первый кандидат как раз Марс. Я уже говорил про позднюю метеоритную бомбардировку, которая перепахала поверхность Луны, большинство кратеров на Луне относятся именно к этому периоду, досталось и Марсу, досталось и Земле, и падение этих астероидов могли выбивать из поверхности планет обломки, которые дальше переносили споры микробов между планетами. То есть по расчетам получается, что выбитые например с Земли камни таким способом могут уже через несколько тысяч лет достигнуть Марса, упасть на него, затормозиться в атмосфере и заразить Марс земными микробами. Или наоборот, если Марс был обитаем, точно так же в эпоху поздней бомбардировки жизнь с Марса могла перескочить на Землю. Более того, если подождать не тысячу лет, а несколько миллионов лет, некоторые из этих камней могли попасть даже на спутники Юпитера или Сатурна и занести жизнь с Земли или Марса на Европу или на Энцелад в их подледные океаны. Теоретически земные микробы там вполне могут жить и хорошо себя чувствовать. Под толщей льда, под толщей воды, в темноте, но им там есть чего кушать. Поэтому, если мы полетим на Марс, сделаем там глубокое бурение и найдем жизнь того же происхождения, что и земная, это будет как раз доказательством, что микробы между Землей и Марсом летали. Вопрос, правда, в какую сторону. Могло быть и туда, и обратно. Вы в своем докладе основывались на источниках неорганических веществ, таких как калий, магний, железо и цинк и прочее. Но никакой органической подоплеки я не услышал, если честно. То есть, как организовывались липиды, аминокислоты и прочее? В докладе длительностью 50 минут это совершенно невозможно охватить. В книге я сделал некоторую попытку про это охватить, но вот органическими вопросами происхождения жизни занимаются очень много людей очень давно. Про это написано десятки тысяч статей. А вот про неорганическую часть работ довольно мало, и это проще охватить. То есть, тут я могу только отослать вас к своей книге, а дальше к статьям, на которые она ссылается. Там большой список литературы в несколько сотен позиций. Ну, если совсем коротко, то основная гипотеза на сегодня это, что жизнь началась с РНК, с одного из типов нуклеиновых кислот. они сходны с ДНК, но образуют не двойные спирали из двух переплетенных ниток, а одиночную нить, свернутую в клубок. РНК может служить как генетическим материалом, подобно ДНК у вирусов. Например, у вируса гриппа геном записан на РНК. Так она может заменять и белки, ускоряя разные химические реакции. И теоретически можно себе представить какую-то очень простую форму жизни, у которой нет белков, нет ДНК, а единственный тип длинных сложных молекул с последовательностью это РНК. Это теория РНК мира, которая на сегодня наиболее поддержана, хотя она конечно не единственная, у нее есть свои недостатки. Подробнее в книге. Вопросы? Спасибо большое за вступление. У меня такой вопрос. Вот ваш рассказ о жизни на Марсе и о привнесении ее на Землю напоминает чем-то знаменитое путешествие Тура Хердала, который доказал нам, что через Атлантический океан древние цивилизации могли сообщаться. В нашем варианте у нас такой появляется Тур Хердал межкосмического пространства, путешествующий с Марса на Землю или с Земли на Марс разницы уже нет. В развитии того вопроса, который прозвучал про практическое применение, скажите, пожалуйста, не совсем ясно. В чем необходимость, ну, за исключением чисто научного интереса, вкладывать гигантские средства в бурение на Марсе, в принципе, чтобы найти там что? Ну, вот мы найдем в большом понимании жизнь, и что? Вот какова, так сказать, глобальная необходимость вот этих исследований космического пространства? Какова глобальная необходимость была тратить миллиарды долларов на соцсети и смартфоны, позволяющие людям обмениваться фотографиями котиков? у нас такая задача, на... Деньги вкладывать в другой глобус, чтобы прийти на Марс и там жить, или чтобы выгнать на Марс тех людей, которым на Земле жить категорически неудобно. Нет, вы не поняли... Вообще-то в программе Джеффа Безоса там у него уже десятки тысяч добровольцев, которые готовы на Марс вообще в билет в один конец, без возвращения на Землю, которые готовы на Марсе умереть. Даже не факт, что от старости. Есть достаточно людей, которые туда хотят, которым на Земле плохо и неудобно, которых очень угнетает то, что на Земле людей слишком много, нигде даже не чихнешь без того, чтобы это кто-то заметил. Везде куча занудных правил, везде бюрократия, черт бы ее побрал. И часть из этих людей достаточно отчаялась для того, чтобы убивать всех подряд. Это одна из мотиваций вообще того, что некоторые люди уходят в ИГИЛ, запрещенную в России. Я вот с большим удивлением читал некоторую социологию про то, кто в ИГИЛ попадает. Во-первых, там огромное количество белых людей, особенно британцев, принявших ислам, но не только их. Там из других стран Западной Европы белые, принявшие ислам, там есть. Во-вторых, там непропорционально много людей с инженерным образованием, которые вообще к религиозному фанатизму не то чтобы очень склонны. То есть очень многие люди, которые уходят туда, они уходят туда ровно потому, что в обычной жизни им слишком спокойно, им не хватает борьбы, их душит избыток правил, и, блин, если бы их осваивать Марс, всем было бы лучше. А так, простите, их приходится бомбить. Они еще и отстреливаются. Была еще одна рука, я предлагаю последний вопрос и закончим на этом. У меня вопрос такой, насколько принципиальное наличие железа? Дело в том, что в нашей галактике есть звезды, образовавшиеся 10 миллиардов лет назад, которых железо на три порядка меньше, чем в Солнце. Есть ли шанс к образованию жизни около таких звезд? Я понял ваш вопрос, я бы его на самом деле переформулировал. Древние звезды, о которых вы говорите, они бедны не только железом, они бедны вообще всеми химическими элементами, кроме водорода и гелия. От железа, в принципе, отказаться можно. Есть некоторые бактерии, у которых железа в клетках нет совсем. Это из числа кисломолочных, из лактобацилл. Им из микроэлементов там нужно немножко цинка, немножко марганца, немножко кобальта, но вот без железа они обходятся. Но звезды, бедные железом, бедны всеми остальными тяжелыми элементами. Там не будет ни цинка, ни меди, ни марганца, ни углерода, ни кислорода. И в системах таких звезд шансов для жизни очень мало. Водорода и гелия для жизни недостаточно. Как раз продолжение вашего ответа, скажем так, в ситуации, когда есть недостаток каких-то веществ для нашей формы жизни, есть ли варианты каких-то других форм жизни, основанные не на углероде, может быть, на кремнии, ну, то есть, такие ситуации вы как можете описать? На эту тему у химиков есть разные гипотезы, но они довольно-таки взяты с потолка. Ну, вот, например, в 2010 году прошла короткая сенсация, нашли якобы бактерию, которая у себя в ДНК заменила фосфор на мышьяк, которая там живет в сильно минерализованных мышьяковых озерах в Америке. Ну, оказалось, что кто-то просто неаккуратно делал химический анализ. У них в клетках мышьяк действительно накапливается, он для них безвреден, но фосфор в ДНК он не заменяет. ДНК у них все равно содержит фосфор, как и у всех остальных живых организмов. С кремнием. С кремнием проблема такая, что кремний образует слишком стабильные соединения с кислородом. Вот все, что у нас под ногами, это больше, чем наполовину силикаты, соединения кремния, кислорода и каких-нибудь металлов, типа алюминия, магния. Все эти силикаты, они очень тугоплавкие, химически инертные и при температурах ниже 1000 градусов ни во что другое не превращаются. Весь кремний и на Земле, и, насколько мы можем судить, в межзвездном пространстве связан в такие сверхстабильные вещества. Для жизни нужны вещества, которые будут не настолько стабильны, которые будут легче превращаться друг в друга. Вот какие-нибудь сахара или аминокислоты, мы их можем использовать как пищу, они могут перевариваться и превращаться в углекислый газ. А с соединениями кремния это не проходит. Это не только особенность планеты Земля, это похоже во всем космосе так. Методы радиоастрономии позволяют довольно неплохо изучать химический состав газопылевых облаков, даже в других галактиках. И кремний там тоже связан с кислородом очень прочно. Ну или другое прочное вещество в карбид кремния. Еще вопросы? Ваше отношение к антарктическому метеориту АЛХ-84 и так далее, в котором вроде бы есть намек на фасилизованные бактерии с Марса. Ответ распадается на две части. Во-первых, тот факт, что на Землю падают метеориты, происходящие с планеты Марс, он подтверждает, что перенос жизни между Землей и Марсом на метеорит в принципе возможен. Некоторые камни, выбитые с Марса, долетели до Земли. И это совершенно теперь точно известно. Их химический состав сравнивали с тем, что Curiosity намерил на самом Марсе. Да, они действительно с Марса, они откуда-то еще ни с Луны, ни с астероидов. Второе. Про микрофасилии, про якобы окаменевшие бактерии. Значит, я сам в свое время учил и сдавал палеонтологию, и у меня сложилось впечатление, что главное профессиональное качество палеонтолога это очень-очень богатая фантазия. Чтобы в скудных и стертых отпечатках увидеть что-то бывшее живое. И при этом, естественно, палеонтологи регулярно видят следы живого там, где их на самом деле не было. Про эти микрофасилии в марсианских метеоритах и так же, как про часть микрофасилий в метеоритах обычных, происходящих из астероидов и микрофасилий в многих древних горных породах Земли, у геологов там на самом деле согласия нет. Были ли это бактерии или это полностью неживые структуры. То есть я бы не стал ставить деньги на то, что это действительно окаменевшие микробы. Может быть, да, может быть и нет. Не исключено. Но я бы не стал на это сильно закладываться. К сожалению, там информация маловато. Вы говорили про найденный на Марсе бактериальный мат. И мне показалось, что об этом вы говорили с большей уверенностью, что это именно бактериальный мат. Ну, там оно действительно на бактериальный мат похоже по многим признакам, но полной гарантии опять же никто дать не может. потому что Curiosity, конечно, этот предполагаемый бактериальный мат отфотографировал со всех ракурсов и сделал химический анализ грунта, но, простите, это было бактериальным матом миллиарды лет назад. За это время много чего могло произойти. И да, бывают случаи, когда неживая природа делает очень хитрые отпечатки, похожие на следы окаменевшего бактериального мата при всяком осаждении ила в лужах, например, тоже бывает. Да, это может быть бактериальный мат, но тоже стопроцентной уверенности у меня, конечно, нет. Добрый день, еще раз спасибо за лекцию. Вы высказали про Марс, есть ли какие-нибудь основания, что есть возможность жизни не только на Марсе, но про Европу все знают, какие-то еще объекты Солнечной системы, есть ли конкретный биомаркер, который об этом говорят? Ну, Луна, с чем с Луной? Спасибо. На Луне очень вряд ли сухо, холодно, высокая радиация. Главное, нет воды. На Луне жизни искать смысла нет. На Луне есть некоторое количество льда в постоянно затененных кратерах на полюсах, и все. Жидкой воды там нет. В глубине тоже я таких доказательств не видел. Химически связанной воды в лунных минералах в тысячи раз меньше, чем в аналогичных минералах земных. Земля довольно мокрая планета. 90% воды на Земле на самом деле не в океанах, а в виде примеси к горным породам мантии. И эта глубинная вода выделяется как раз в виде пара при вулканических извержениях. На Земле есть не только океаны, у Земли вообще-то еще каменная часть, ее довольно мокрая. Она там содержит до 5% воды. К Марсу это тоже относится, а вот у Луны даже каменная часть совершенно сухая, не говоря уже о том, что океанов там нет. С Европой и Энцеладом, да, понятно, там есть хорошие подледные океаны, в которых жизнь могла бы быть, но если мы говорим, что на Земле для появления жизни нужны были горячие источники на поверхности и именно пересыхающие лужи, то возникнуть таким способом на Энцеладе или на Европе жизнь не могла бы. Занесенные туда живые микробы скорее всего с Земли приживутся, а вот возникнуть там жизнь земного типа не могла. Кстати, тут есть еще одна улика, связанная уже с органической частью жизни, с ДНК и РНК. Дело в том, что эти вещества они от всяких похожих аналогов, которых химики насинтезировали очень много, которые тоже сворачиваются в двойные спирали, тоже могут нести генетическую информацию, но натуральная ДНК и РНК отличается от них всех потрясающей устойчивостью к ультрафиолету. В тысячи раз устойчивее, чем у белков и у разных других клеточных веществ. Скорее всего, это так получилось, потому что жизнь возникла под солнышком. На древней Земле, когда не было кислородной атмосферы, не было озонового слоя, ультрафиолет доходили в 100 раз больше, чем сейчас. Для многих современных микробов там за несколько часов набралась бы смертельная доза. И в таких условиях, скорее всего, из множества разных веществ, из гигантского химического разнообразия, отобрались РНК и ДНК как молекулы, прежде всего, устойчивые к ультрафиолету. В подлёдном океане Европы, где полная темнота, таких оснований для отбора нет. Поэтому, если там что-то и возникнет, скорее всего, оно будет основано не на ДНК, а на других молекулах. Если, конечно, вообще возникнет. Добрый день. Большое спасибо за реакцию. Хотел задать свой такой вопрос. Я тут немножко под динамиком. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к достоверности сведений с американских марсоходов? сеть просто полна информации о том, что это может быть фейк. Очень большой вопрос, где они на самом деле ползают. Не сыграл ли роль здесь опять Голливуд, как в истории с Луной. Это очень сильно подрывает достоверность того, что они видят. Есть такое американское национальное развлечение. искать, в чем правительство нас обманывает. Американцы очень-очень слабо доверяют своему правительству. У них есть на то исторические основания. У них даже в Конституции записана обязанность народа на вооруженное восстание в случае, если правительство будет вести себя плохо. Правительству они очень не доверяют и всегда находят в чем его подколоть. В части Луны и Голливуда я не очень знаю, что конкретно вы имеете в виду, но что американцы на Луне были и камни с нее привозили, это я, конечно же, не сомневаюсь, хотя бы потому, что переговоры американских астронавтов с Землей прекрасно принимались и записывались нашими, потому что образцы лунного грунта, которые привезены советскими автоматическими зондами, они, в общем, совпадают с тем, что привезли американские астронавты, и земными способами этот грунт подделать было бы очень трудно. Что же касается Марса, то, опять же, Америка не единственная страна, которая посылает космические аппараты на Марс, вот российско-европейский экзомарс там тоже работает, индусы собираются зонд на орбиту вокруг Марса для фотографирования посылать. В общем, в тех условиях, когда освоением и исследованием космоса занимаются многие разные страны, мне кажется, вероятность того, что кто-то всех обманывает, стремится к нулю, потому что другие его будут с радостью готовы разоблачить. Ну, хорошо, не к Марсу. несколько лет назад у меня был такой очень интересный разговор с дальним знакомым музыкантом, который очень увлекается славянским язычеством. Он спрашивал, верю ли я, что геном человека действительно прочитан и что последовательность этого генома там можно найти, что она где-то доступна обычным людям. Он в это, например, абсолютно не верил, потому что ну кто же такую ценную информацию будет выкладывать в открытый доступ. Когда я подвел его к компьютеру и за 30 секунд показал веб-страницу, с которой все это скачивается, он сказал, ну не может быть, чтобы это все было правда. Ну, простите, в условиях, когда геномы разных людей секвенируют не только американцы, но и китайцы, японцы, французы, русские, немцы, голландцы, бразильцы и кто там еще, если бы американцы выложили какой-то фейк, его бы все быстро заметили. Они не одни такие умные, наукой занимаются в разных странах. И если кто-то будет выкладывать фейк и фигню, его довольно быстро, его внимание на это обратят. И спросят, зачем вы это сделали. Будут подозревать, конечно, что это не сознательный фейк, а просто какая-то ошибка, но нестыковки обязательно заметят. То же самое и с Марсом, когда там есть не только американские космические зонды, либо вам придется предполагать, что все правительства мира сговорились, либо что все-таки обмана нет. А вероятность того, что все правительства мира сговорятся, если вы когда-то пытались договориться с большой группой разных людей с разными интересами, вы поймете, насколько это трудно и маловероятно, начиная с собраний товарищного собственника в жилье хотя бы. Вот представьте себе ТСЖ в мировом масштабе. Как его трудно будет собрать, чтобы все договорились? Сейчас точно последний вопрос. Здравствуйте. На презентации Илона Маска как-то зашла речь о том, про разницу температур, то, что на Марсе гораздо холоднее. И он как-то вскользь упомянул о том, что планету можно разогреть. Так вот, действительно ли это представляется возможным и как? Да, Марс, конечно, можно подогреть, но тот способ, который предложил Элон Маск, то есть рвануть ядерные бомбы в полярных шапках, чтобы они растаяли, углекислый газ оттуда вышел, он не подходит, потому что у нас нет столько ядерных бомб. Даже если закопать в эту полярную шапку самую мощную водородную бомбу, которую на Новой Земле рванули при Хрущеве, там почти в 100 мегатонн, она испарит всего лишь половину кубического километра льда, ничтожно малую часть этой полярной шапки. Даже если все ядерные арсеналы туда вгрохать, мы большой разницы не получим. Лучше пользоваться той энергией, которая есть даром, то есть солнцем. То есть полярные шапки посыпать тоненьким-тоненьким слоем сажи, чтобы они были темнее, а в атмосферу добавлять самые сильные парниковые газы, хлорфторуглероды синтетические, которые в тысячи раз активнее как парниковые газы, чем углекислый газ и чем метан. То есть строить на Марсе заводы, выбрасывающие в атмосферу вот эти фреоны, которые у нас на Земле как раз ограничивают и запрещают, и посыпать черной сажей, тоннером от лазерного принтера полярные шапки. Это гораздо проще, дешевле и эффективнее, чем ядерными бомбами. Солнце дальше все сделает само. Еще один вариант, технически более сложный, но более перспективный, потому что он позволяет на Марс еще воды добавить. Взять какую-нибудь ледяную комету или ледяной спутник, скажем, Юпитера или Сатурна, привезти туда большой ядерный или еще лучше термоядерный реактор, который будет там топить лед, кипятить его, разогревать пар и выбрасывать с высокой температуры и давлением. То есть такой паровой реактивный двигатель, чтобы изменять потихоньку орбиту этого астероида и кометы и со временем уронить на Марс. Будет и выделение энергии, и добавка воды.